Приветствую всех, кто меня видит. Я, как и многие, посмотрел фильм Джокер, и у меня в связи с этим есть определенные мысли, которые, возможно, будут кому-то интересны. Как по мне, то этот фильм – иллюстрация известного тезиса Владимира Ильича Ленина, что нельзя жить в обществе и быть свободным от этого общества. А здесь мы видим, что власть имущие живут в обществе, но они хотят быть как бы свободны от этого общества. Мы видим, как власть имущие отделены от остального общества высоким забором и полицейскими кордонами. Видим, как возникает противоречие между теми и другими. И видим, к чему это приводит. Это приводит к бунту. Насколько этот бунт будет успешен, мы, конечно, не знаем. Скорее всего, вероятнее всего, ничего хорошего этот бунт не принесет. Он это противоречие не решит. Но эти власти имущие могли бы решить это противоречие, не отделяясь этим забором, а поделившись своим счастьем с другими, то есть с этими же людьми, которые и сделали их богатыми. По сути, этот фильм – это иллюстрация марксизма, то есть этот фильм в копилку марксизма. Очень даже хороший такой фильм. Посмотреть на этого Джокера, как он в детстве, скорее всего, из-за побоев, из-за плохой жизни, он и стал психически ненормальным. Возможно, это мы не можем четко говорить об этом. Дальше, в своей дальнейшей жизни тоже он подвергался унижениям. Вся жизнь у него на смарку – это просто полный черный цвет. Вся его жизнь – это просто полный черный цвет. Он приходит к этому вроде бы как к отцу, как он считал. Он оказался не отец его. Но он мог хотя бы пожалеть его, хотя бы дать ему какую-то сумму денег или просто его обнять, но не давать ему кулаком в лицо. То есть это тоже тот же самый принцип, который я сказал вначале. То есть они отделились полностью от общества. Это при том, что они же вроде бы как своеобразные родственники. Мать-то его работала у этого власть имущего, у этого одного из отцов города. То есть она часть жизни положила, работая у него. Даже только этот факт мог как-то растопить сердце этого человека. Он бы уже сделал как бы первый шаг в общество. Но он этого не сделал. Все вот эти дальнейшие действия этого Джокера, убийства, одно убийство, второе убийство. Вот лично у меня не сложилось впечатление, что он не должен был это делать. Вся логика событий, вся логика ситуации подводит к тому, что эти убийства были неизбежны в той ситуации. То есть это тоже как бы не действие не индивидуального как бы плана, а действие тенденции, действие ситуации. То есть ситуация такова, что не могло быть по-другому. Ну из всего фильма какой получается итог? Итог получается, что вот это противоречие между власть имущими и между власть неимущими, оно должно быть каким-то образом разрешено. Каким образом его разрешать? Это уже вопрос другой. Варианты могут быть разные, но я сейчас не буду давать никаких рецептов, потому что сам фильм не подводит к такому рецепту. Фильм просто говорит, что вот противоречие это есть, его нужно решить. Но во всяком случае решать это противоречие нужно не отделением заборами и полицейскими кордонами. Ну как-то по-хорошему надо решать, по-хорошему.